Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! Это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня очередной выпуск, посвященный, как я обычно говорю в этом случае, животрепещущей теме, ну, по крайней мере, теме, которая интересна, я надеюсь, всем россиянам. Мы сегодня говорим о рынке валютном. Звучит тема так. Рубль, евро, доллар. Что будет определять стоимость валют осенью? Ну, на эту тему мы говорим с сегодняшними моими гостями в студии. Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК «Солид». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. И Наталья Шилова, аналитик «Бинбанка». Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер. Ну, извините, традиционно, как настроение, в конце концов, да? Не хлебом единым. Ну, настроение отличное. Отличное? Ты замечательно выглядишь, я тебе хочу сказать. Спасибо большое. Ждем золотую осень. Ну, тебе я комплиментов делать не буду, хотя я очень рад, что у вас у всех хорошее настроение. Итак, друзья мои, уважаемые слушатели, я позволю вам напомнить, что у вас есть возможность позвонить в студию, задать вопросы моим сегодняшним гостям, поделиться собственным видением ситуации на валютном рынке. Для этого вы звоните по телефону 495-6510-996, код 495, а все остальное по-прежнему 6510-996, либо есть сайт finam.fm, и свой вопрос вы можете написать на сайте, мы его прочтем и обязательно на него ответим. Ну что ж, давайте нарисуем картину Маслова в Москве 1807, американцы после тяжелого праздника, посвященного Дню Труда. Вчера, кстати, мы говорили о том, что парадоксально, праздник День Труда, да? То есть в День Труда люди отдыхают, это забавно звучит, да? Как 1 мая. Да-да-да. Ну так вот, американцы бедные вчера отдохнули в День Труда и догоняют, догоняют, забавно себя звучит, тоже, догоняют, или там включаются в тенденцию, которую установил российский фондовый рынок. Ну, как бы то ни было, странно это не звучало, действительно, мы видели сегодня достаточно, ну не разноправный, а узкий диапазон по отечественным бумагам. Если говорить об индикаторах, то индекс РТС, ну, учитывая, что он долларовый, да, а рубль сегодня сильно укрепился, он в плюсе, как ни странно, на 0,3%. Индекс ММВБ в минусе, ну и сегодня европейские, да, индексы также показывали вяло отрицательную динамику. И индекс Доу Джонса на сегодняшний момент, на текущий момент, значит, в минусе на 0,3%, СНП догоняет его в минусе на 0,2%. Ну, такая, в общем, пока пессимистическая история, я смотрю. Важно, на мой взгляд, сказать о том, что нефть сегодня, да, показывала интересные какие-то ходы. В моменте укололо 116 долларов за баррель, я про бренд говорю. Сейчас начинает корректироваться, и мы видим полпроцента снижение, 114,60 текущая котировка. Золото, да, никак не успокоится, 1699 долларов за унцию показывает сейчас рынок. Ну, то есть 1700, вот, я так понимаю, все-таки потрогать надо будет еще раз. Ну, и основной индикатор валютного рынка, что, собственно, будет сегодня в основном нашей темой. Евро-доллар 1,2590, я вижу, в моменте, ну, то есть, опять-таки, можно сказать, что вокруг 1,26 ходит-ходит, он никак не решится, куда же ему пойти, бедолаги. Фунт-доллар так параллельно движется, вокруг 59-й фигуры, да, 58,80. Ну, а рубль, как я уже сказал, сегодня укрепился. Вот, что способствовало этому укреплению, мы об этом поговорим. Основной набор голубых фишек разнонаправленно двигался сегодня. Ну, и можно заметить, что те, кто вчера активно росли, сегодня также активно падали. В частности, МТС, если вы помните, вчера, да, была у него очень положительная, сегодня он уже процент теряет. А Сбербанк тот же самый, да, вчера рос, сегодня падал. Ну, в общем, все нормально. Все как прежнему, все по-прежнему, да, все стабильно. Кружимся, да, ходим в диапазоне, кружимся вокруг какого-то уровня. И, в общем, все пока нормально. Ну, что ж, давайте начнем. Значит, темой нашей сегодняшней программы, еще раз я повторю, будут разговоры о грядущих валютных курсах. Рубль, евро, доллар. Ну, если позволите, все-таки, пусть я не прозвучу как не патриот, рубль оставим на закуску, наверное. Как бы не хотелось. На сладкое. На сладкое, да, на десерт. Да, 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 это мне нравится. Ну, я объясню слушателям, уважаемым, хотя наверняка они сами понимают, почему это так. Потому что рубль все-таки, да, как и отечественный рынок, он следует неким глобальным тенденциям. Вот что же, да, мы, кстати, и говорим, что будет определять стоимость, ну, в данном случае рубля, там, к доллару, к евро. Наверное, прежде всего стоит посмотреть за границы отечественной экономики, да, куда-нибудь в Европу или в Америку. Как ты считаешь, Миша? Ну, в ближайшее время, конечно, наиболее интересные события будут происходить в Европе, а более длительная тенденция все-таки будет складываться в США, в зависимости от выборов, в зависимости от того, куда качнется маятность. Да, мы термины будем использовать трейдерские, краткосрочно мы смотрим в Европу, среднесрочно, все-таки недолгосрочно, да, мы смотрим в Штаты, потому что, действительно, ближайшие события заседания ЕЦБ и там решения всякие по греческому вопросу. Кстати, сегодня, да, размещение, я посмотрю, в испанский, да, опять там они зашевелились вроде бы, летом как-то так притухли немножко, а тут опять зашевелились. Да, вроде бы и греческие сегодня тоже размещались, да, там, на полгода, достаточно неплохое размещение прошло, разместили весь объем, вот, ну, собственно... А доходность какая, не помнишь, что ли? Да, доходность там в районе четырех с половиной процентов, по-моему. Ну, что, нормально. Вот, ну да, в принципе... Для Греции это, считай, отрицательно. Для Греции это, да, ну, достойные уровни, да, скажем так, по рынку, вот, и связано это, естественно, с ожиданиями ЕЦБ, с ожиданиями четверга и с ожиданием того, что ЕЦБ таки объявит о покупке бандов. И здесь фанфары, барабанные дробь и, собственно, в очередной раз, дорогие друзья, ну, нет у нас другой темы для разговора, потому что, с одной стороны, конечно, это уже по ушам мы наездили, 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 столько раз об этом говорил, но, с другой стороны, действительно, сейчас рынками, да, правит вот это ожиданием. Ждали, да, они прошлую неделю, рынки я имею, ну, и мы с вами, естественно, ждали от господина Бернанки, не дождались, он спрыгнул, съехал он так, мягко съехал, что-то говорил-говорил, в результате ничего не сказал. Ну, это профессионализм, я все время об этом говорю. К этому, наверное, этому учатся тоже, да, чтобы сказать 40 минут что-то и ничего не сказать. Чтобы стать председателем Федрезерва, надо говорить, у него же был достойно учить. Уметь говорить, конечно. Гринспин, да? Гринспин, он говорил, что если вам показалось, что вы меня ясно поняли, значит, я не ясно выразился. Совершенно верно, это золотые слова, я помню. Так, хорошо, значит, в какой-то степени иногда с повестки дня мы сняли. Наташа, ну, давай поговорим о том, все-таки, на твой взгляд, на твой взгляд, да, сколько людей, столько и мнений, как известно. На твой взгляд, что может произойти в четверг после заседания ЕЦИ. Ну, давайте так, по факту заседания комитета по ставкам, какие у тебя ожидания? Будет ли снижение процентной ставки? Такие, собственно, разговоры ходят сейчас. Да, и я, честно говоря, согласна, в принципе, с этими ожиданиями, с тем, что ЕЦИ действительно сейчас в ситуации, он вынужден сейчас идти на снижение ставки. То есть ты считаешь, что в четверг снизится на 25%. Я думаю, что вероятность больше 50%, да, потому что, в принципе, экономика еврозоны сейчас ничего хорошего не показывает, да, в лучшем случае, там, Германия у нас показывает какой-то небольшой рост, Франция стагнирует, а южные экономики грозятся уйти в минус, там, дружно, собственно, регионально. Поэтому, ну, экономику надо как-то поддерживать, и ЕЦБ должен, ну, действовать в соответствии с своим мандатом. Должен шевелиться. В поддержке экономического роста. Вот, поэтому я думаю, что вероятность, она достаточно высока. Вот, что касается вот Бондбайнг, пресловутый, тут сложно сказать, потому что мы помним, что 12-го у нас заседание Конституционного суда Германии, и от этого будет... У них заседание. У них, да, у них, конечно. Вот, то есть, и готов ли ЕЦБ, там, до официального вступления ЕСМ в силу начать какие-то действия, это большой вопрос, но, мне кажется, это, опять же, вопрос будет решен в положительную сторону, если учитывать предыдущие комментарии, там, представители ЕЦБ. И, по-моему, Шой выступал то ли вчера, то ли позже, он сказал примерно так, что, ну, скорее всего, все будет положительно решено. Нет, то, что будет положительно решено, было достаточно понятно уже давно. Ну, да. Вот, это чисто такой технический был запрос Конституционному суду, поэтому никакой неожиданности, скорее всего, ну, я практически наверняка уверен, там не будет, поэтому я не думаю, что ЕЦБ как раз на это ориентируется. Миш, а что касается ставки, вот, Наташа, видишь, высказалась по поводу снижения возможных, ты как смотришь на это? Я думаю, что они этот патрон приберегут. Все-таки, да, до следующего времени? Да, я думаю, что они приберегут, да, потому что у них есть кое-какие другие альтернативные меры для того, чтобы расшевелить денежный рынок, и, скорее всего, этот патрон они оставят на потом. Ну, а вот этот потом, когда он может струльнуть-то, струльнуть патрон? Я думаю, что осенью, осенью они все-таки срежут, когда станет отчетливо ясно, что экономики действительно заглубляются, вот, но они, я думаю, что оставят это на потом в резерве. Ты говоришь, что у них есть другие патроны, да, давайте мы об этих других патронах поговорим после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, Финам ФМ, продолжаем сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем сегодня тему валютного рынка. В гостях, напомню, Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ФК Солид, и Наталья Шилова, аналитик Бинбанка. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Вряд ли закончится снижением процентной ставки, это запасной патрон, да, он останется в патронташе. А что в дуло своего всего там, да, маузера, да, забьет господин Драги? Вы знаете, нужно понимать, что они сейчас борются с двумя ситуациями, соответственно, будут два ряда мер. Первое, это то, что происходит на югах Европы, то есть борьба с теми дефицитами, проблемами Испании, Греции и тому подобных известных стран. А второе, это общая европейская рецессия, и лекарства должны быть разные. И, соответственно, будут, видимо, два вида лекарств. Извини, пожалуйста, а это не одно, ну, или там, не близкие вещи, то, что происходит в южных странах и общей европейской рецессии? Они взаимосвязаны, но они все-таки немножко разные и должны лечиться по-разному. Вот поэтому по итогам заседания ЕЦБ они должны будут выдать две рекомендации для Юга Европы и для Европы в целом. Очень интересно, интересно, как это может выглядеть? Значит, вот та программа о покупке бандов, которая так широко обсуждается, которая оппонирует ряд германских финансистов, и там народ Германии в значительной массе против. Он вышел на улицы, да, практически уже? Значит, скорее всего, будет что-то объявлено. Причем, скорее всего, то, что будет объявлено, несколько разочарует рынки, потому что рынки ждут заявления о неограниченной покупке облигаций. И, скорее всего, ЕЦБ просто в силу своего мандата и политических и прочих причин на неограниченную покупку пойти не сможет. Поэтому он объявит о том, что будет покупать облигации, но с каким-то рядом условий. И это может рынки разочаровать. И вот чтобы они не очень сильно разочаровались, будет вторая порция лекарств, которая как раз сейчас обсуждается, это то, что нацелено на борьбу с рецессией в Европе в целом. И вот, ну, во-первых, действительно, есть вероятность, что ставка будет понижена. Ну, я сказал за свое личное мнение, что, скорее всего, нет. Какие альтернативные варианты есть? Ну, к примеру, ЕЦБ может пойти по пути, по которому уже пошел банк Центральной Дании. Ведь Центральные банки платят банкам за размещение остатков в банках в Центральных банках платят. Да, на депозитах. Да, да. И обычно это некая положительная сумма. В Европе она уже сейчас нулевая, ЕЦБ ничего не платит. А вот Центральный банк Дании стал уже брать деньги за хранение. То есть отрицательные. Там уже пошла отрицательная ставка. Да, проблема в чем? Что ЕЦБ, как мы помним, по программе долгосрочного кредитования налил банкам Европы 1,1 триллиона евро. Прошло некоторое время, и вместо того, чтобы идти в экономику кредитовать компании или потребителей, эти деньги все скопились на счетах в банках и ждут. Ждут, да. И задача ЕЦБ не столько налить новых денег, сколько активизировать то, что уже нолитое. И вот как бы одна из мер, это можно попытаться сделать отрицательную ставку. Это первый вариант. А второй вариант, то по пути, которому пошел Банк Англии, он выдает сейчас ликвидность банкам с условием, что они не будут снижать объемы кредитования. То есть условное кредитование банков. Ну или так целевое, можно сказать. Да, да. То есть вот в принципе может быть объявлено о чем-то подобном. Я понял. Смотри, твое мнение, да, мне очень нравятся, твои вот эти предположения очень нравятся. Но тем не менее, если позволишь, такой вопрос еще. Значит, мы говорим о двух разных пилюлях, да, двух разных лекарствах. Выдаст ли их Банк Европы одновременно? Ну, я опять-таки, да, почему переживаю по этому поводу? Предположим, на заседании в четверг, да, ну бог с ней ставку оставить на прежнем уровне, потому что не об этом речь сейчас. А потом вот первое лекарство выделяется, то есть господин Драги, ну примерно так говорит, да, что мы готовы помогать, но, знаете, с определенными условиями. Рынок разочарован, и мы видим движение. Потом проходит какое-то время, да, и они выходят, он, господин Драги, и говорит, вы знаете, вот мы решили еще отрицательную ставку. Рынок радуется, ну или там, не знаю, какая-то другая, и новое движение. Или, если ты говоришь, надо же уравновешивать, да, вот эти позиции. Либо он одновременно говорит, здесь же в четверг, он говорит так, мы решили вот это, но еще и вот это. И тогда рынок еще, опять у нас, значит, дикая волатильность, и мы опять на прежних уровнях. Я думаю, что объявят, конечно, одновременно, но надо понимать, что поведение рынка в Драги интересует 27-ю очередь. В общем, все-таки это не его основная задача, забота и головная боль. Поэтому вряд ли уж он так сильно будет ориентироваться на то, как рынки будут реагировать на его объявления. Дело в том, что вот та мгновенная волатильность, которая возникнет, она потом трясется, как бы люди, бывает, даже не сразу понимают, что было сказано. Оценка приходит иногда на второй, на третий день. Как правило, я бы даже сказал. Да, поэтому то, как рынки отреагируют сразу же или там, это не его забота, он все-таки немножко о другом заботится. Наташ, ты разделяешь мнение такое, вот мы в продолжении нашего диалога с Мишей, что все же, мне так кажется, иногда монетарные власти, ну, в частности, главы Центробанков, все-таки ориентируясь на, ну, нежелательные, да, зачем вот этот вот шторм на финансовых площадках, я думаю, конечно, никому не нужно, ориентируясь на это, все-таки сдерживаются в формулировках. Ну, безусловно, то, что они сдерживаются в формулировках, это... Ну, нет, именно ориентируясь на это, вот Миша предложил такую, что ему, господину Драге, ну, извини, я так буду резок по барабану, что там будет на рынках, вот он скажет то, что считает нужным. В моменте, в моменте, да, да, то есть вот цель у ЕЦБ однозначно, она гораздо более глобальная, да, чем как-то там отслеживать волатильность рынка в моменте, но, тем не менее, какого-то финансового краха, там, финансовой волатильности в крайне негативную сторону, да, в первую очередь, до долгового рынка ЕЦБ тоже, думаю, будет стараться не допускать, в этом плане его, по этой формулировке будет еще более осторожна и максимально, чтобы вот максимально как-то... Я напомню, мы говорили в течение летних месяцев, когда было, да, относительно спокойствия, связанные с летом, с тем же самым, да, индекс волатильности, я уж не знаю, если не следить, упал там до исторических минимумов, и мы говорили о том, что именно это позволяет, именно это спокойствие, это, кстати, да, и долговые проблемы тоже, да, когда доходности стали падать, и вроде бы, эйфория такая, ну, все вроде бы хорошо. Именно это позволило, ну, в частности, тому же Драги, да, и руководству ЕЦБ, ну, ничего не предпринимать, ничего не... Вот они ничего летом не делали, по сути, ну, помимо того, что они о чем-то говорили, ну, это дело десятое. Вот ежели сейчас они увидят какие-то движения именно на финансовых рынках, они просто зашевелятся, ну, опять, извините, да, я прибегну к афоризму русскому, да, про петуха можно, он не очень прилично, это прозвучит, тогда, тогда, ну, какой-то другой, ладно, сами додумайте, какой-то другой. Вот в этом есть логика опять, то есть в этом случае он же смотрит на финансы, как ведет себя финансовый мир-то, и тогда уже... Ну, безусловно, да, потому что вряд ли ЕЦБ или ФРС или другой, любой центральный банк захочет предпринимать какие-то активные действия по поддержке рынков, когда на рынках все стабильно и все замечательно, собственно. Ну, пусть не замечательно, но стабильно. Да, он тогда имеет время, чтобы там месяц-два, чтобы последить ситуацию дальше, да, сейчас, мне кажется, в принципе, мы уже... Все точки у нас собрались, да, к сентябрю, вот, начало сентября до октября, много лишений должны быть приняты в это время, и рынки в ожидании, и, собственно... У меня вообще такое впечатление каждый день, вот оно все увеличивается, увеличивается, да, что мы же, вот, пружина сжимается, сжимается, вот, какой-то нерв, да, и в что это выльется сейчас, как бог, и... И в космос. И в космос, да. Или в тартарары, да, на юг, как говорят такие случаи. Вопрос от нашей слушательницы Маргарита интересуется. Разделяете ли вы, уважаемые гости, пессимистичные прогнозы относительно будущего евро? Нет, я думаю, что евро сохранится. Вероятность выхода отдельных стран из зоны евро, к сожалению, действительно есть. И связана эта вероятность с нерациональностью действия людей. То есть, вот, если бы евро было как единое государство, и действовало координированное ресурсов, у них масса. И с проблемами они могут все запросто, ну, не запросто, но решить. Вот, к сожалению, вот борьба разных групп интересов, которые локализованы в разных странах, может действительно создать ситуацию, что некоторые страны в критической ситуации будут вынуждены выйти из зоны евро. Но евро никуда не денется, евро останется сильной валютой, ядра Европы. И я, честно говоря, пессимистических ожиданий в отношении того, что евро исчезнет, я не разделяю. Не разделяешь, не разделяешь. Я понял, Наташа. Ну, я соглашусь полностью, в принципе, потому что европейская валюта, она имеет достаточно хорошие перспективы, несмотря на проблемы отдельных стран, потому что есть у нас очень ключевые такие страны, которые ее держат, Германия, Франция, да, с северной страны, с прекрасной экономикой, которым нужна эта валюта, которая готова политическим причинам ее удерживать, собственно. И всем остальным странам она... Ты говоришь о северной стране, но прежде всего о Германии, я так понимаю. В первую очередь Германия, да. А чем в Германии плохая немецкая марка, например, если они откажутся от севера? Если мы увидим возвращение к немецкой марке, я думаю, что ее курс взлетит просто там с предельных доллара, и, соответственно, весь там германский экспорт... То есть потеряет конкурентоспособность, я понял. Хорошо. И в этом случае, если позволите, тогда уже конкретно, да, мы говорили о ожиданиях, краткосрочных, среднесрочных, да, мы говорили о перспективах заседания ЕЦБ, вот вы и высказались, ну, так, общо, если позволите, по поводу относительного будущего евро, ну, и вы оптимистично смотрите на эти вещи. Давайте к цифрам. Вот у нас есть замечательный индикатор валютного рынка, ну, и, естественно, прежде всего, индикатор европейской валюты, пара евро-доллар. Давайте. В случае, ну, самого какого-то негативного развития событий, ближайших событий, где будет евро-доллар, Миш? Сейчас он 1,25, напомню, да, 1,26 даже. Давайте договоримся еще об интервале прогнозов. Вот краткосрочно, после заседания ЕЦБ, или там, ну, да, в течение сентября, потому что там много всяких заседаний, где будет евро-доллар? Ну, 1,22, я бы так сказал. То есть ниже недавнего минимума, да, собственно, майского, он не уйдет. Да. Хорошо, до конца года, потому что сюда среднесрочно добавляем еще, да, выборы в Штатах, и сейчас мы будем уже после новостей говорить о долларе. Я скажу так вот для начала, что вот в отношении курса доллар-евро, я считаю, что доллар в течение ближайшего года будет укрепляться, евро будет снижаться, и конечная точка где-нибудь через год будет составлять там 1,1. Вот я думаю, что... Индикатором, точнее, драйвером этого движения доллар, тем не менее, будет выступать, да? Вы знаете, тут сложно... Тут будет процесс с обоих сторон идти. С одной стороны, все-таки кризис в Европе будет продолжаться, Европа погружается в рецессию. Когда регион погружается в рецессию, валюта обычно слабеет. В то же время в США, наоборот, скорее всего, речь пойдет все-таки о сокращении дефицита бюджета. Будут предприниматься какие-то шаги. Это будет приводить к укреплению доллара. То есть вот как бы на этих качелях, скорее всего, доллар будет двигаться все-таки вверх, евро вниз. И вот как бы заглядывая вперед, я думаю, что в 2013 году, где-то в какой-то точке, мы можем увидеть курс 1,1. Ну и, соответственно, вот как бы в моем уме вот эта вот линия, она примерно туда идет. Ну понятно. 1,22, там где-то 1,15. Наташа, где ты видишь краткосрочно до конца сентября евро-доллар, ну и до конца года? Ну, глобально, в принципе, у меня мнение совпадает с Михаилом, да. То есть краткосрочно где-то, ну, наверное, 1,22,23. Это действительно там адекватная оценка, да, по состоянию текущей экономики и всех факторов РС, ЕЦБ и прочее. И к концу года, ну, я все-таки жду где-то ближе к 1,15. К концу нынешнего года? К концу нынешнего года, да. Ну, 1,15 тоже, в принципе, да, уровень, насколько я помню, это минимум 2005, что ли, года там был такой. Ну, это уже, да, это уже, там, предыдущий минимум 1,19, да, который у нас был, мы его не прошли. Я понял, я понял. Мне только, мне перестает нравиться, что ваши мнения совпадают. Да, я теперь буду вторым говорить. Я буду абонироваться адвокатом дьявола. Вы сидели там, понимаешь, перед эфиром пили кофе и, видимо, обо всем договорились. Ну, хорошо, тем не менее, дорогие друзья, Михаил, вы у нас на связи, я попрошу вас, да, подождать, потому что сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. На финал ФМ «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш животрепещущий разговор о перспективах основных валют. В частности, мы пока что говорим о событиях в еврозоне и, соответственно, о евро. Я позволю себе начать третью часть нашей программы с ответа на вопрос, потому что ждет наш слушатель Михаил. Давайте его послушаем. Михаил, добрый вечер, вы в эфире спрашиваете. Добрый вечер, меня зовут Михаил. У меня вот вопрос к экспертам, даже хотел ваше мнение услышать. Я тоже торгую на рынке, сейчас внутри дня. На каком рынке торгует? На нашем, в российском ОМС, то есть четверть-треть процента плановых. Вот, выполняем. Вот, вопрос такой, значит, глобально смотрю на S&P. S&P все ждем, смотрим, доцепился до 1400, да, никак он все-таки вниз. Не хочет или не желает, все-таки рынки живут ожиданиями, да. Вот, и тем не менее, такое впечатление, что вот эта волынка, она будет плавно тянуться до американских выборов, да. Вот, и дальше произойдет такая вот грандиозная развязка. Так. Да, то есть развязка. Как вы ее видите, развязку эту? Вы знаете, развязку... Пробой 1400 и вверх до 2000. Нет, я думаю, что вряд ли. Развязка для меня, она, в общем-то, что вверх, что вниз, как бы, интересно мне движение, самое главное. Это логично. А, значит, хотелось бы вот мнение ваше услышать. Может ли существовать такая именно версия, да, что подпитка денег и много, в общем-то, денег на рынке, они готовы выкупать все, да, по сути. Вот, и мое мнение, конечно, наверное, будет провал. Будет провал, все-таки, ну, контртренд против выкупа, я думаю, он должен сработать именно вот на этих выборах. То есть после выбора вы ждете, да, движения вниз, я правильно понимаю? Ну, я предполагаю, да, что он будет все-таки движение вниз, может, это будет, скорее всего, даже ложный такой сильный пробой вниз, потом занос вверх, ну, понятно, что в этом году рынок, он именно вот такой. Хотелось бы мнение ваше услышать. Спасибо, Михаил, спасибо, вопрос понятен. Ну, тезка, давай. Ну, я скажу так, что я не знаю, как там насчет махнаухи, гномики Швейцарии управляют мировыми рынками, вот, но... Как ты махнаухи? Вот, я на самом деле не верю в какие-либо теории заговора, управления и прочего, но субъективно я, конечно, мое личное ожидание, что рынок немножко должен сходить вниз. То есть, рынок все-таки зацепился очень высоко, он находится на фактически максимумах за многие годы, несмотря на те проблемы, которые существуют. Уточним только, мы говорим сейчас, да, американских, и о СИПе прежде всего. Да, 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 вот, и как бы с фундаментальной точки зрения многие компании выглядят уже не так привлекать, то есть, я вижу основания для того, чтобы в какой-то момент, когда они там сильно забоятся, возможно, вот этого вот налогового обрыва, так называемого, что рынок сходит вниз. Я не думаю, что это будет какая-то катастрофа, что обвал там и прочее, но некий там ход процентов на 5-10 вниз в этом году вполне, ну, может произойти. Я, честно говоря, жду его. С нетерпением. Да, с нетерпением. А зачем ты его ждешь, второй вопрос, Виша? А потому что я сейчас работаю от шартов. А, то есть, ты хотел зашартить. Не, я не хотел, я шарчу регулярно. Понял. Мне будет легче, мне будет легче шартить. Наташ. Да, ну, наверное, коррекция какая-то, она сейчас, в принципе, вероятно, даже более чем вероятно, да, в связи там с нагнетанием событий, в связи с этим фискал-клифом, надвигающим. Я, извини, уточню просто, да, наш слушатель интересовался именно индексом S&P 500, именно потому, что он уперся сейчас в сопротивлении, там, в районе 1400 пунктов, да, и никак не может его пройти. Для этого нет причин, для этого нет поводов, для этого нет денег, что для этого нет? Политической воли? Наверное, фундаментальных факторов, мне кажется, все-таки их там маловато пока, да, для такого долгосрочного роста, но вот обвала, какой-то там существенной коррекции, там, выше 10%, я не жду. То есть, да, это может быть волатильность, скорее, ближе к стагнации, вот какой-то такой боковик, но там глобально вот обвала, чтобы прям фискал-клиф и все, и там. Ну, тем не менее, вот логика нашего слушателя такая, что сейчас опять мы будем болтаться там где-то, да, а потом, значит, выборы, и после этого, ну, пусть будет вот эта коррекция 10%, именно после выборов, да, в результате этих выборов. Логика есть здесь? Мне кажется, скорее тогда уже до выборов, да, чтобы было... Откорректироваться до выборов, да, чтобы потом было на чем расти. Да. А вы, кстати, по поводу выборов-то, Миш, кого ты ждешь там у руля? Ну, я, честно говоря, больше забавно. Мистер Америка, кто у нас теперь будет? Я за Обаму, да. Наташа. Ну, аналогично, мне кажется. Не, ну, хорошо, ладно, я немножко даже не так сформулировал, опять вы начинаете друг друга слушать. Ты обещал контртренды организовать. Не, нет, я понимаю, что вы за Обаму, и в этом есть логика, наверное, а вот по развитию ситуации сейчас предвыборной... По вопросу у нас логировал Обама, если я не ошибаюсь, да, там, перевесом 48 к 43, сейчас последние опросы показали, по-моему, 45 на 45, да, Обама. Ну, да, ну, да, ну, да, это логично, все-таки он хороший, его надо еще раз выбрать, вон, что делается, растем. Ну, ладно, это нормально. Итак, давайте подведем некий подыток. Мы поговорили о евро, мы поговорили о ближайших событиях в еврозоне, что может произойти в результате с курсом евро. Глобально поговорили о том, ну, и цифры даже назвали, то есть снижение в район 1,22 вполне логично, вполне ожидаемо, и это, видимо, худшее, что может произойти с парой евро, ну, и с евро, да, по отношению к доллару. Это мнение моих сегодняшних гостей. Замечательно. Движемся дальше, среднесрочно, Миша. С тебя опять начинаем, потому что ты проанонсировал уже, да, значит, у нас 6 ноября, уважаемые слушатели, я вам напоминаю, 6 ноября, причем забавно, это как-то первые выходные, первые что-то... Очень мудренно. Да, 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 первые выходные, первые недели, новую, ноября, там, после того, как Луна выйдет за пределы Солнечной системы, что-то так. Ну, да ладно, 6 ноября этого года, выбор президента Соединенных Штатов Америки, и давайте поговорим теперь так, доллар, даже уже без привязки, да, потому что идея доллара на валютном рынке глобальна, как будет себя вести доллар? И опять сюда, да, краткосрочно, наверное, да, Миш, мы сюда, здесь же упомянем ближайшее заседание Федрезерва, да, в середине сентября, вот, ну, и потом среднесрочные выборы, как поведет себя доллар? Ну, вообще нельзя говорить, как поведет себя доллар безотносительно к отметке, то есть, вот, как бы нет доллара в вакууме, всегда мы меряем относительно чего-либо. Ну, хорошо, соглашусь, хорошо, давай относительно того же евро. Ну, значит, я, во-первых, про президентские выборы скажу. На мой взгляд, это, на самом деле, очень важные президентские выборы. Последний раз такие важные выборы для страны этой и для мира были, наверное, лет 30 назад, когда выбрали Рейгана. Значит, почему? Потому что в настоящее время действительно произошла очень существенная поляризация мнений в Соединенных Штатах Америки. Если раньше говорили, что там две партии, это типа там как раздвоенная копытца там, да, там, и у них очень сильный центр, то сейчас реально, как бы, люди по-разному видят того, какая должна быть Америка в будущем. И договориться, эти две позиции, они принципиально различны, черная и белая. Вот, и стоит очень серьезный выбор перед американцами, как дальше будет развиваться страна. И, на самом деле, от того, какой будет выбор, очень многое в будущем зависит. Даже учитывая то, что президент США, власть, он не такая большая, как, предположим, президента России, что у них все-таки децентрализована власть, да. Но, тем не менее, это будет очень важный маркер, очень важный знак. И, вообще говоря, с точки зрения бизнеса, экономики и всего прочего, конечно, позиция республиканцев, наверное, сильнее. Потому что они говорят о том, что мы живем слишком жирно, что надо затянуть пояса, ну, по большому счету, что у нас слишком большое государство, вот, нужно срезать всю эту социалку, развелось лентяев. И, в целом, как бы, в этом, с точки зрения бизнеса, вот, как бизнесмена, в этом есть некая логика. И, вполне возможно, такой вариант, что позиция поражения республиканцев будет поражением доллара в какой-то мере. И поражением американской экономики. Но это, возможно, некая такая стратегическая развязка в будущем. На самом деле, это логика успешного бизнесмена, ведь, правильно? Есть периоды времени, когда бизнес развивается, да, когда ты прибыль считаешь, вкладываешь, и, там, покупаешь себе лично какие-то мерседесы. А потом бывают разные периоды времени, да, когда бизнес, вот, он не идет. Вот. И при этом покупать себе новые мерседесы в это время, ну, как минимум, нелогично. Потому что люди в этом случае действительно затягивают пояса, да, там, как-то реинвестируются, там, продают мерседес, покупают себе... — Запорожье. — Ни к столу, не сказано. Ладу-Калину какую-нибудь. Ну, то есть, это нормально, да, это, как бы, надо быть мобильным, не надо выпираться рогом-то. А там, видимо, это примерно так. Что ты думаешь по поводу выборов, Наташа? — Ну, мне кажется, что все-таки сейчас лучше Америки не менять какого-то текущего курса, а следовать глобально. — Извини, я перебью, фраза у тебя так прозвучала, я даже, меня похолодело. Сейчас лучше Америки нет страны. — Ну, неплохая страна, тем не менее, чтобы там не было. — Сейчас лучше Америки. — Продолжай. — Мне кажется, она все-таки неплохо смотрится, да, по отношению к остальным странам и рынкам, в том числе развитым. — К вопросу о жире и прочем, просто вот маленькая, ну, фактически на уровне анекдота. Значит, у меня там дочка ездила по программе «Эвакинтревел» в штат, ну, и подбирала там работу там по интернету, где можно поработать. И вот там, к примеру, есть работа там «Кормить белочек в парке городском». — Отличная работа. — Ну, вот как бы не срезать этот жирок. — Тем не менее, она есть, и люди живут, в принципе, достаточно достойно в этой стране. Поэтому для того, чтобы, да, какие-то назрели необходимость перемен, возможно, там, в политическом, бюджетной, да, там, ну, уже все, мы подходим к пределу, когда и госдолг зашкаливает, и, собственно, как-то это должны следующие поколения финансировать, надо что-то с этим делать. — Но в текущей ситуации, когда мы не видим сильного роста экономики, смысла проводить какие-то глобальные реформы нет. То есть сначала надо все-таки найти экономическую идею, успокоиться все с ростом экономики, чтобы у нас не было этого фискал-клифа несчастного, да, чтобы у нас не было рецессий в США, чтобы мы удержались на положительных темпах роста, а дальше уже спокойно там думать, как проводить эти реформы все-таки в будущем. — Вот в связи с ожиданиями, какими-то ожиданиями итогов выбора в Соединенных Штатах Америки, где будет доллар, ну, вот Миша уже сформулировал, против евро, пусть будет. — Ну, я думаю, что доллар будет себя чувствовать достаточно неплохо по отношению к евро и по отношению к остальным валютам, да, потому что я не жду какого-то там существенного ухудшения в экономике США или каких-то там политических резких там событий, которые негативно повлияют на курс доллара, да, все-таки будет волатильность, да, мы ожидаем, там нагнетание каких-то рисков событий, но в целом там, я думаю, что доллар, плохая валюта, да, будет стабилен и к евро будет укрепляться. — Миш, а что, в принципе, может уронить доллар? — Ну, доллар может уронить, к примеру, нападение Израиля на Иран. — Не дай бог, да. — Да, не дай бог, резкий рост цен на нефть во всем мире, значит, понятно, что для доллара это будет крайне нехорошо. — Ну, пресловутая вот QE3, если все-таки ее запустят, она как скажется на курсе доллара? — Знаете, на самом деле, я вот думаю, что QE3 не будет иметь очень большого и значительного как бы влияния вообще не на... Ну, естественно, какие-то локальные реакции будут, но вот на активы, скорее всего, уже вот QE1 было сильное влияние, QE2 уже послабее, а QE3, скорее всего, окажется в этом плане достаточно слабо задействовано, и я не жду каких-то больших, очень радикальных изменений здесь, в том числе и на валютных фронтах. Вообще, вот мой взгляд стратегический такой, что курс вот евро-доллар дотик паритета, то есть где-то в какой-то точке, может быть, там в конце 2013-2014 года мы увидим один к одному, например. Вот. И мы туда будем двигаться. Вот траектория, как бы это, на какую конкретно дату, какое будет значение сказать тяжело, но я думаю, что вот некое такое вот движение в ту сторону будет идти. — Если бы ты мог бы говорить о том, на какую конкретную дату, сколько бы... — Надо сколько времени. — Гораздо легче сказать, что будет, чем когда будет. — Ну, это понятно. Нет, я просто к тому, что ты был бы незаменимым человеком просто. — Я бы здесь не сидел. — Во-во-во-во, да. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. — А вы где живете? В Сочи. Дорогие друзья, мы продолжим наш разговор после новостей, новостей в сфере. Ну что ж, дорогие друзья, последняя, заключительная часть программы «Сухой остаток» на Финам-ФН. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы продолжаем наш разговор о валютном рынке. Осталось нам поговорить, подробно поговорить о том, чего ждать от рубля в ближайшей и среднесрочной перспективе. Напомню, что разговор сегодня в эфире мы ведем с моими гостями. Это Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК «Солид». И Наталья Шилова, аналитик Бинбанка. Уважаемые слушатели, и для вас есть напоминалочка. Телефон в студию. Вы можете позвонить, задать вопрос. Код 495, телефон 651099,6. Ну и сайт финам.фм. Этот вопрос вы можете написать. Итак, дорогие мои коллеги, давайте пройдемся по рублю, Миша. Или давай с Наташей начнем, да, чтобы ты действительно... Lady first. Да, Наташа. С удовольствием. Примерно то же самое. Краткосрочная, среднесрочная перспектива до конца года. И, что важно, наверное, о чем важно сказать, что влияет на курс рубля? Ну, влияет у нас традиционно это нефть, ни для кого не секрет, и потоки капитала, там, приток-отток в нашу страну капитала, да. То есть, если краткосрочно смотреть, то рубль сейчас, конечно, находится в не лучшем положении, потому что нефть 116 долларов очень высокая цена для актива, и при таких рисках экономических в еврозоне, там, в США в ближайшее время не исключена коррекция цены на нефть, да, ближе, там, к отметке, наверное, 100 долларов за баррель. То есть, поэтому он, да, в нехорошем положении? Да, поэтому рубль сейчас, ну, как бы, там... У него есть риски для... Имеет существенные риски, как валюта, да, как сырьевая валюта. Но, тем не менее, я считаю, что там текущее ослабление рубля, которое мы выделили последние недели, оно уже во многом выбрало в себя этот риск, да, с учетом того, что многие игроки, многие, там, участники рынка закладываются на какую-то, там, коррекцию цен на нефть, никто не ждет, собственно, сейчас какого-то, там, сильного, бурного ралли. Вот, соответственно, ну, где-то к доллару США, я думаю, там, отметка 33 рубля, она будет, там, достойной и непреодолимой, там, в ближайшее время. А к концу года, по мере стабилизации, там, ситуации в еврозоне, по мере, там, улучшения какого-то, там, в США, да, когда пройдет период турбулентности, я думаю, что мы увидим ближе все-таки к 30-31 рублю за доллар США. Это на конец года, да? Да, это на конец года. Миш, твое мнение. Знаете, я тоже полагаю, что есть тенденция, на самом деле, рублю укрепляться, как бы, долгосрочно, там, среднесрочно и прочее. Единственное, чего я сильно довольно боюсь, что все-таки на интервале, там, ближайших, там, трех-шести месяцев одна из стран еврозоны серьезно подожжет опять очередной пожар, будет значительно, как бы, вот эти качели страха, и я думаю, что будет какой-то период, когда рубль довольно сильно упадет на этих страхах. То есть, вот у меня есть такое ожидание, что будет всплеск волатильности с падением рубля где-нибудь, там, на 2-3-4 недели, и эта волатильность может быть достаточно серьезной. То есть, рубль, там, может уйти куда-нибудь к 36, там, за доллар, вот так вот куда-то, что вот такой провал возможен. Это вот до конца года, да? Ну, скажем так, вот осень-зима. Осень-зима, я боюсь, ну, скажем так, по моим прикидкам, есть процентов 50 за то, что будет серьезное обострение европейского кризиса, очередное. Ты говорил про какие-то, одна из стран, ты говоришь, да, где может опять... Ну, Греция, Испания, сейчас две больные точки основные, вот. И там, и там может взорваться совершенно неожиданно. И, как бы, для этого есть, как бы, вот видно некие предпосылки для того, чтобы там был некий взрыв, который придется опять всем миром заглаживать. И вот я боюсь, что вот на этом взрыве может быть резкий скачок волатильности, рубль может сильно потерять. Но я так надеюсь, что если не будет выхода, действительно, какой-то крупной европейской страны, и вот это вот не пойдет очень значительное обострение, как бы, ситуация, что рубль все-таки вернется потом в этот вот коридор. И в целом, вообще говоря, довольно удивительно, последние года три, несмотря на весь этот кризис, рубль-то, на самом деле, стоит очень, как бы, стабильно. И, в общем, я думаю, что, скорее всего, это некая тенденция, которая будет продолжаться. — Ну, смотрите, я абсолютно с тобой согласен, да, рубль ведет себя на удивление, да, крепко, ну, крепко с точки зрения, без особых метаний. Наташа, как ты думаешь, это чья заслуга? Это просто свыше нам дано, да, потому что мы живем в такое время? Или все-таки это чья-то фамилию можно назвать? Чья это заслуга? — Боюсь, что фамилию назвать не получится. — Ну, я условно говорю фамилию. — В первую очередь, это, мне кажется, все-таки фактор цен на нефть. Нам действительно чертовски везет. Цена на нефть выше 100 долларов — это прекрасно для России. Мы видим отлично сильный торговый баланс, да, там текущий счет. И, собственно, благодаря этому российская валюта чувствует себя уверенно. — Как, кстати, год с профицитом закроем мы, как ты считаешь? — Я думаю, что по бюджету? — Да. — Ну, тут как бы есть какие-то сомнения. Я думаю, около нуля в целом. — Ну, то есть, если вот на этих уровнях нефть удержится, да, там хотя бы, то все будет прекрасно. То есть это, еще раз говорю, это внешняя конъюнктура, да? — Я считаю, что да. — Рубль так хорошо себя чувствует. — Я не случайно задал вопрос задал, потому что, я думаю, еще свежи воспоминания о майской, ну, слово вы уже употребляли, о майской турбулентности. Что такое турбулентность? — Ну, это когда на самолете в потолок головы... — Ну, то есть это когда колбасит. — И пыльщут. — Да-да-да. Ну, только вспоминая майскую турбулентность, все же надо отметить, что рубль, несмотря на и внешние факторы, да, нефть-то у нас сходила ниже 100, и общая психологическая, так сказать, неравновесие на рынках, да, тем не менее он не сильно и упал. Вот это, опять-таки, заслуга чья? Тут уже, наверное, и фамилию можно назвать, да? — Вы знаете, я думаю, что не особенно. На самом деле, вот те люди, которые бегают по обменникам, все-таки они вряд ли сильно могут сдвинуть валютный курс. — Не-не-не, я не о них, конечно же, боже, боже, боже упаси. И они могут сдвинуть только в своем кармане, причем в отрицательную сторону. — Фактор паники, как бы, просто был как-то упомянут косвенно, значит, я считаю, что он все-таки... Нам, на самом деле, действительно, некоторым образом ведет. Вот если посмотреть на Курск, к примеру, Бразильского Реала, да, он довольно сильно укрепился. Вот у нас такого не произошло, несмотря на то, что нефть, в общем-то, собственно говоря, выросла с 2008 года, сбалансировалась оттоком капитала. И, в общем-то, у нас получилась такая некая золотая середина. Вот я в свое время был офицером, у нас были стрельбища, стреляли там на 30 километров из гаубицы. И попали точно... — То есть у тебя метафоры все, да, патрон запасной. — И вот, значит, попали ровно в цель, а когда разбирались, выяснилось, что там было две ошибки. С одной стороны, ошибся расчетчик, а с другой стороны, метеостанция дала ветер с обратным знаком. — Не в ту сторону. — Две ошибки сложились, попали точно в цель. Вот у нас точно так же. С одной стороны, нефть растет, с другой стороны, отток капитала. И у нас как бы вот это естественным образом сбалансировалось в некой золотой зоне. И действительно, вот эта вот валютная стабильность, что рубль достаточно стабильный в течение три года, скорее всего, это некий сочетание случайных факторов. И пока вот как бы выглядит все так, что оно так и остается. И вот то, что ругают как бы отток капиталов и прочее, на самом деле, это некий такой клапан, через который просто это излишнее давление капитала истекает из России. И, в общем, на мой взгляд, совершенно зря пинают там и говорят, что это плохо. Излишне политизированный вопрос. — Ну вот мне понравилась, да, вот эта опять метафора твоя. Две ошибки, да, в результате минус на минус получился плюс, да. Может нам попытаться таким образом, да, теперь управлять экономикой, сознательно совершая ошибки, да, в надежде на то, что одна на другую наложится, и мы будем в шоколаде. Наташ. — От обратного. — Да, да, от обратного совершенно верно. Так, хорошо. Тогда, несмотря на то, я очень ждал, да, массы вопросов от наших слушателей, ну, учитывая такую тему, несмотря на то, что вопросов не так много, давайте я сам их сформулирую. Наверное, в преддверии вот событий, о которых мы говорим, и в преддверии, ну, изменений, так мягко скажем, да, рубля по отношению к доллару, к евро, наверное, логично говорить о том, имея сбережения, Наташ, в чем их сейчас нужно хранить, чтобы, ну, понятно, минимизировать потери, связанные с валютными рисками. — Ну, мне кажется, если это сбережения, там, с перспективой 3-4 месяца, ну, до конца года, то, наверное, доллар, в принципе, это достаточно интересная валюта сейчас, потому что турбулентность какая-то, она намечается, да, там, чем она разрешится, еще не очень понятно, я думаю, в Европе не в курсе, сами в США не в курсе. — То есть мотивация вот покупок доллара сейчас от греха подальше? — Да, есть, но, тем не менее, если мы смотрим на период год и более, то рубль сейчас, он тоже достаточно интересный для обывателей, потому что ставки по депозитам сейчас растут, и они высокие, банкам нужны деньги, рубли, собственно, они будут оставаться привлекателями, выше инфляции, и там, с перспективой год мы уже можем ожидать какого-то стабилизации ситуации на внешних рынках, и, соответственно, что рубль будет чувствовать себя достойно. — То есть и можно так, наверное, сказать, да, если мы сейчас смотрим на перспективу год, то мы сейчас входим в рубль, не замечаем, да, или там закрываем глаза и стиснув зубы, игнорируем возможную турбулентность осеннюю, да, потому что в более далекой перспективе все нормализуется. Я правильно понимаю? — Я думаю, что да. — Миша, какое твое мнение? — Ну, я дополню только два момента. Первое, что если денег много, то есть смысл диверсифицироваться, как бы вот золотое правило, смотрим ту корзину, которую мы потребляем в валютном разрезе, и примерно так же раскладываем свои депозиты. То есть смотрим, что мы там покупаем, примерно столько тратим на отпуск за границей, покупаем машину, покупаем какие-то импортные продукты, это составляет, там, примерно, столько-то процентов от наших расходов. Мы раскладываем сбережения примерно в соответствующей пропорции и просто убираем фактор валюты. И мы, у нас голова не болит, у нас наша стоимость сбережения, она остается независимой от того, куда движется валютные курсы. А если же речь идет о том, чтобы немножко спекульнуть на валютных курсах и заработать на этом движении, то я бы еще упомянул просто такую валюту, как золото. — Замечательно, я очень с тобой, да, согласен. — Да, я считаю, как бы, на самом деле есть потенциал у этой валюты к росту, вот, есть макроэкономические основания ожидать этого, и те люди, которые, ну, как бы, верят в этот рост и видят в нем основания, они имеют возможности на наших, как бы, в наших... — Реалиях. — Реалиях, да, приобрести некие инструменты, начиная от золотых инвестиционных моментов, металлических счетов, фьючерсы, там, на золото или структурированные продукты, которые позволяют соучаствовать в этом росте и получать эту прибыль. Надо тоже для тех, кто интересует финансовыми рынками, эту возможность иметь в виду. — Я понял. Нет, я согласен по поводу золота. Наташа, ты как смотришь на золото? — Я тоже позитивно по золоту. — Ну, ты как девочка, конечно, на золото не можешь иначе смотреть, поэтому еще я тебя спрашиваю. Единственное, смотри, Миша, я с тобой согласюсь, еще раз повторю, но, учитывая, да, 1700, не далее, как в пятницу, и сегодня он так уверенно держится без всякой коррекции. Ты бы рискнул сейчас заходить вот по этим ценам? — Да, да. На самом деле, то, что идет тренд вверх, это ни основания не заходить. То есть, как он, золото растет рывками, если... То есть, как правило, это происходит месяц, два, три, и потом оно стабилизируется. Сейчас он стабилизировался довольно долго, стоил в одном диапазоне, сейчас пытается из нее выбиться, и он легко может буквально за месяц улететь к 2000 за полтора месяца. И это произойдет быстро, если произойдет. — Ну, понятно, да. Я с тобой соглашусь опять, потому что летом действительно этот диапазон был достаточно ощутимый, он долго болтался, между 1560 и 1600, условно, да, 620. — Нет, то, что актив начал расти, это ни основания его не покупать. — Ну, с точки зрения трейдинга все-таки, да, мы, с одной стороны, решение принимаем, а потом мы ищем благоприятную точку входа, а на хаях брать всегда как-то страшно, да, Наташа? — Ну, конечно. Ну, и для населения, наверное, есть еще риск, когда покупается ОМС, да, достаточно популярный инструмент. — Расшифруй только. — Обезличенные металлические счета. Вот, соответственно, человек ожидает какого-то стабильного роста, и неизвестно, когда ему надо будет изъять деньги. Может быть такой момент, что актив-то стабильно растет, да, то же самое золото, да, но человек вошел не очень удачно, скажем так, и снимает там в период какой-то коррекции, и поэтому даже... — Ну, естественно, гарантия... — Попадает на комиссии. — Я говорю именно, что это некая спекулятивная такая вот, как бы, операция возможная в этой области. — Спасибо. Ну что, друзья мои, да, долго ли, коротко ли, но время, к сожалению, заканчивается. Я напомню, сегодня в гостях Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ЕФК «Сорит», и Наталья Шилова, аналитик Бинбанка. Собственно, в сухом остатке то, что мы ждем некой турбулентности на валютном рынке, но по поводу заработать и сохранить, вы сегодня услышали рекомендации моих уважаемых гостей. И рубль, и доллар, и, как это ни странно, евро. Это валюты надежные, валюты стабильные. Далее, после выпуска новостей в программе «Реальное время» с Юрием Пранько вы услышите о причинах и последствиях обострения межнациональных аналитиков в России. Не переключайтесь. Я прощаюсь с вами. Успехов на рынке. Всего хорошего. — Спасибо. До свидания. — До свидания. — До свидания.